Девушки отдыхают Плана нет у нас, но я считаю, что шляпа необходима Она не только защищает от солнца, она может просто преобразить лицо Есть люди, которые так и говорят Вот я тоже такой человек Мне шляпы не идут, все, точка На самом деле человек просто не нашел свою форму шляпы Кроме формы шляпы еще имеет огромное значение цвет К сожалению, очень часто вот это негативное отношение формируется после зимних шляп Когда меряешь все темное и кажется, что ничего не подходит Летом легкие расцветки, натуральные оттенки соломы, бирюзовые, немного желтоватые, карминовые Это украшает практически всех Обычно, когда речь идет об одежде, ты делишь женщин по типам фигур Неужели перевернутому треугольнику и груши подойдут совершенно разные шляпы? Пропорции шляпы относительно роста, да, действительно имеют значение И относительно фигуры в целом Но в первую очередь мы обращаем внимание на форму лица Какое у нас? Круглая, в форме сердечка, квадратная, вытянутая, либо грушевидная И сейчас мы со всем этим разберемся Да, я хотел бы пригласить свою первую помощницу Инну Здравствуйте, Инна Девушки будут выходить к нам без головного убора, а ты уже выберешь идеально, да? Да, у меня здесь огромнейший ассортимент И для круглого лица, такого типа лица, как у Инны, есть и удачные варианты, и не очень удачные К примеру, наименее удачным для такого типа лица будут шляпы в кантри стиле Какие-либо соломенные, напоминающие о томе ссоре и так далее, и тому подобное Они очень простят такой тип внешности И для того, чтобы облагородить данный тип лица, необходимо выбирать более графичные варианты При этом шляпу с обязательно более высокой тольей, для того, чтобы визуально вытянуть лицо И должны быть какие-либо опорные элементы, какие-либо вертикальные элементы, которые бы лицо вытягивали Очень стильно, и смотрите, Инна даже улыбается Чувствует, что шляпка ей к лицу Спасибо большое Круглые лица встречаются среди знаменитостей тоже Миранда Кэр, Кэтрин Зета Джонс, Кэмерон Диас Обращаем внимание, они тоже выбирают более графичные варианты Тоже с высокой тольей, и тоже с вертикальными элементами, которые визуально вытягивают лицо И обращайте внимание на размер шляпы, шляпа не должна быть больше, чем голова Вот как, к примеру, Кэмерон Диас, кажется, что шляпа явно ей не по размеру, и она просто съезжает на лоб Давай не будем обделять вниманием сильную половину человечества, мужчины тоже нуждаются в защите Головной убор летом им необходим Да, к мужчинам те же правила относятся тоже Не очень хорошо на круглом лице выглядят бейсболки, какие-либо кепки, которые сверху как блин лежат Но при этом классическая форма шляпы с немного отогнутыми, не очень широкими полями, с высокой тольей Все те же графичные элементы, облагораживая такой тип лица И обязательно должен присутствовать лоск Обрати внимание, с одной стороны у нас шляпа абсолютно идеальная С другой стороны немножко примятая сверху, и совершенно другое впечатление Я смотрю, Чарли Шин без шляпы вообще не выходит из дому? Бережет здоровье Молодец Следующий тип лица это сердечко Крупные глаза, широкий лоб и заостренный акцентированный подбородок Очень женственный вариант, но тоже со своими нюансами, да? Да, я хотел бы пригласить Людмилу Здравствуйте, Людмила Но здесь интересно, что получится, Рома, потому что платье особенное у Люды практически вечернее А значит и головной убор будет такой вечерний вариант Маленькое черное платье, и сюда как бы просится французский стиль Но сначала разберемся с теми головными уборами, которые ни в коем случае нельзя использовать, если у вас такой тип лица Тот вариант, который облагородил предыдущий тип лица, к сожалению, при данном типе лица будет смотреться не очень удачно Он сделает подбородок утрированно узким и при этом визуально расширит верхнюю часть Идеально будет смотреться шляпа в форме клоша В форме, прости, чего? Клош Колокол Примерь Действительно, очень хорошо И вот тот самый легкий, элегантный французский стиль Спасибо вам огромное, это шляпка к лицу Такое впечатление, что лицо в форме сердечка настолько яркий вариант, что только один вид шляпы подходит Нет, очень эффектно на данном типе лица смотрятся и широкополые шляпы Но здесь из-за не очень высокого роста мы выбрали более компактный вариант Если у вас не очень высокий рост, меньше чем метр шестьдесят пять, не используйте широкополые шляпы И помните, что никогда поля шляпы не должны быть шире, чем плечи Иначе мы будем напоминать, по-моему, какой-то мухомор Рису Изерспун, мы видим не очень удачный вариант, как раз тот, который я показал Лицо выглядит непропорционально, верхняя часть воспринимается шире Ну и, конечно же, не обойдем вниманием мужчин Обратите внимание на эштанокачера, он выбирает графичную шляпку с не очень широкими полями Широкие поля мужчинам с данным типом лица не подходят Они делают подбородок немного женственным Мужское лицо должно быть волевым Не очень удачно для данного типа лица, как и для круглого Будут выглядеть бейсболки, банданы, то есть все, что плотно облегает голову Но при этом уже панамка смотрится намного лучше Следующий тип лица? Следующий тип лица квадрат Я хотел бы пригласить Светлану Здравствуйте, Света Для данного типа лица противопоказаны графичные шляпы Как мы говорили, предыдущие типы лица они облагородили, сообщили им четкость Но для данного типа лица, у которого акцентирована челюсть, к сожалению, графичные шляпы утрируют эту особенность Действительно Хочется сказать, без шляпы лучше И здесь мы будем работать методом контрастов Я возьму самую широкополую шляпу из тех, которые у меня есть И обрати внимание, в сочетании с широкими полями квадратное лицо выглядит намного миниатюрнее Но только в том случае, если поля не шире плеч Вот это правило тоже нужно очень четко усвоить Здесь четенько Вот такие шляпы делают женщин необыкновенно женственными Я их просто обожаю Спасибо большое И такие шляпы безумно популярны среди звезд И, конечно же, носит их главная знаменитость Анжелина Джоли Ей к лицу По-моему, у мужчин такой тип лица тоже довольно распространен Но, к сожалению, широкополые шляпы они себе не могут позволить Или, к счастью Но общее правило тоже Если у вас квадратное лицо, выбирайте обязательно шляпу с широкими полями Либо бейсболку с козырьком Это тот тип лица, который украшает бейсболка Вот я смотрю на тебя и думаю, ты квадрат или сердечко? Я скорее квадрат И какие же шляпы ты носишь? Я ношу шляпу очень редко, но я ношу практически все шляпы, к сожалению Здорово, тебе все идет? Ну, я такой подлез, что мне все к лицу Следующий тип лица, это немного вытянутое лицо И я хотел бы пригласить сюда Татьяну Здравствуйте, Таня Так, для данного типа лица не рекомендованы шляпы, которые сидят высоко на макушке и могут визуально вытягивать лицо Лицо получается еще более вытянутым Но я уверена, что эту проблему можно решить с помощью правильно подобранного головного летнего убора Нужно выбрать шляпу, которая будет более плотно сидеть на голове, при этом будет иметь элементы декора, которые визуально расширят у нас лицо Я смотрю, что в головных уборах асимметрия приветствуется Да, асимметрия приветствуется Асимметрия, с одной стороны, если она срезает часть лица, может лицо визуально сузить Если у вас широкое лицо, выбирайте более асимметричную шляпу, либо обычную шляпу садите асимметрично И наоборот, наличие декора может визуально расширить лицо Если у вас вытянутое лицо, либо не хватает объема скул, выбирайте шляпу с крупным цветком, либо крупным бантом И эта шляпка прекрасно сочетается с элегантным платьем Спасибо вам большое Такой тип лица довольно распространен Да, и, конечно же, самый известный представитель данного типа лица Сара Джессика Паркер Которая регулярно допускала ошибки, но чаще выглядит хорошо, чем плохо Обрати внимание, это тот случай, когда шляпа якобы немного не по размеру, очень красиво корректирует лицо Компактные шляпки, которые могут визуально вытягивать лицо, не очень украшают ее Райан Гослинг Плотно сидящая бейсболка, которую мы, кстати, рекомендовали для квадратного типа лица Для данного типа лица не подходит Эффектнее смотрятся объемные кепки и широкополые шляпы Но здесь, конечно, нужно отметить, что это фотографии из фильмов, которые относятся к разным периодам времени Я к чему веду? Что вот сейчас можно носить абсолютно любые шляпы? Или, например, вот такая кепка может оказаться просто не в моде? Я скажу сейчас страшную вещь Моды нет Мы живем в тот замечательный период, когда мода фактически не существует Сейчас в моде все Если это подчеркивает вашу индивидуальность, если это подчеркивает ваш стиль Если вам это идет, вы можете носить все, что угодно И какая же это приятная новость, которая только подчеркивает необходимость и возможность носить летний головной убор Переходим к следующему типу лица Это лицо с акцентированными щеками Я хотел бы пригласить сюда Наталью Наталья, прошу к нам Здравствуйте, Наталья Не очень удачно на данном типе лица смотрятся компактные маленькие шляпки Примерьте Так Кажется, как будто тесно в этом головном уборе Да, ты права, создается эффект, как будто шляпа немножечко не по размеру и может немножечко жать Эффектная широкополая шляпа в таком курортном стиле будет выглядеть намного лучше Попробуй Угу Все тот же метод контраста Спасибо вам большое Широкополая шляпа предполагает иногда формирование как раз вот краев или полов В целом для данного типа лица лучше смотрятся шляпы, которые имеют либо легкую волну, либо легкую асимметрию Не сильно графичные Давай посмотрим на звезды, у которых такой же тип лица Келли Осборн Мы видим, что в широкополой большой шляпе, которая практически в ширину плеч, лицо выглядит аккуратнее, миниатюрнее И в то же время, когда она примеряет компактные плотно сидящие шляпки, создается ощущение, что лицо больше, чем оно есть на самом деле И мужчины со щеками тоже у нас встречаются Если бы Филипп Киркоров сбрил бородку, мы бы увидели, как сильно набрала вес нижняя часть его лица за последнее время Но при помощи бородки и удачно подобранных шляп он скрывает Но иногда неправильно подобранные шляпы, плотно сидящую бейсболку, либо тюбетейку, либо в целом вот этот авангардный вариант Щеки кажется еще больше Дай хоть подержаться за шляпу Я думаю, что тебе подойдет вот такой вот типаж Довольно универсальная шляпа, она из соломы, но при этом очень аккуратная Поэтому будет эффектно смотреться и в городских кэжуальных луках, и когда ты выйдешь к морю Мы всегда стараемся выглядеть красиво, но если дело касается летнего головного убора Мы просто обязаны помнить, что он нам необходим не только для красоты, но и для здоровья